всем привет меня зовут Юля и это мой канал о вязании наконец-то я дошла до шапки потому что я купила себе где-то полгода назад пряжу вот такую серенькую ей хотела связать уже наконец-то себе новую шапку я хотела просто вам показать то что я вязала раньше изделия вот смотрите у меня здесь есть шапочка для моего ребенка эту шапку я вязала ей где-то на полгодика я решила ничего не делать а просто вот здесь такой косичкой из крючка завязочки чтоб шапочка сама не сползала и ребенку сейчас два с половиной года и нам она до сих пор как раз и эту шапку я вязала есть у меня фотография в инстаграме если что я еще прикреплю как она выглядит на самом деле она была намного длиннее но я постирала в стиральной машинке делать этого не надо и она села поэтому только ручная стирка я сейчас вам буду показывать другой рисунок я очень сильно люблю простые узоры на шапках поэтому я вяжу один на один резинкой или два на два пряжу я буду использовать ланна готов супер софт я не знаю как правильно называется ланна готов как-то вот здесь у нас цвет я обязательно укажу на каком сайте я заказывала эту пряжу мне она очень сильно нравится использовать я буду только 3 моточка здесь 50 грамм 125 метров вязать шапку я буду в 2 нити у меня круговые спицы 5 миллиметров они у меня 43 сантиметра я отмерила длинный кончик беру и вот так вот делаю вот это рабочая нить это не рабочая нить захватываю и держу беру спицу и начинаю набирать петли я набираю петли мне кажется обычным способом я не какой-то мастер фломастер в этом плане я делаю так как научилась в детстве смотрите набирать я буду только на одну спицу в этом случае я делаю вот так вот так направляю спицу сюда к большому пальцу потом захватываю где указательный и возвращаю вот сюда вот первые две петельки можно сильно зажать остальные петельки я буду набирать им не так туго далее как я набираю петельки опять продеваю где большой палец вот сюда спицу потом захватываю где указательный и возвращаю обратно опять смотрите продеваю сюда захватываю и возвращаю я пока вам хочу показать я понимаю что я еще не рассказала сколько чего необходимо но сейчас я все расскажу самое главное понять как набирать петли петли набираются на самом деле у всех по-разному поэтому смотрите как вам удобно я делаю вот так спица заходит сюда захватываю ниточку рабочую ниточку захватываю и возвращаю обратно все вот здесь мой длинный кончик вот здесь рабочая нить то есть мне необходимо захватить рабочую нить и зафиксировать ее продеваю вот сюда захватываю рабочую нить и возвращаю обратно и таким способом я набираю необходимое количество петелек у меня окружность головы 54 сантиметра мне необходимо набрать 105 петель потом я буду вам показывать как я делаю резинку два на два а еще естественно покажу как я буду вязать по кругу эту шапку и не спеша набираю петельки я их сильно туго не затягиваю потому что я набираю на одну спицу набрала необходимое количество смотрю чтобы ничего не было у меня перекручено выравниваю петельки проверяю и теперь мне необходимо соединить ряд я беру вот эту первую петельку перекидываю на спицу а вот эту петельку мне необходимо перекинуть через эту петельку которая на спице делаем все это аккуратно об смотрите вот получается вот эта петелька вот что в итоге и затягивается все кончик затягиваю и возвращаю обратно эту петельку это будет как раз мой а маркер дан первую петельку я буду провязывать лицевой петелькой и смотрите именно какой лицевой петелькой я продеваю спицу в петельку и захватываю рабочую нить еще делаю одну лицевую петельку продеваю и иногда вот так знаете подтягиваем продеваю захватываю ниточку и провязывая так как я буду делать резинкой два на два я провязываю 2 лицевых петельки сейчас 2 изнаночные смотрите уже меня ниточка сверху и я поддеваю под низ вот сюда вот спицу и захватываю нить вот это у меня изнанка и еще раз смотрите продеваю перевожу ниточку и провязываю далее опять 2 лицевых продеваю спицу захватываю снизу уже ниточку и провязываю ниточка идет снизу если это лицо сверху если это изнанка опять продеваю спицу захватываю ниточку и провязываю далее 2 изнанки ниточка переходит у меня наверх продеваю спицу захватываю ниточку спицей и провязываю и еще одна изнаночная петля спица в петельку заходит и ниточка под спицу вот так вот и провязываю опять 2 лицевых петельки 1 лицевая петелька и 2 лицевая петелька 2 изнаночных петельки 2 лицевых петельки 2 изнаночных 2 лицевых и так до конца провязываю первый ряд во втором ряду я вам покажу как дальше будет все вязаться уже что первый ряд вяжется одним образом второй ряд другим то есть как будет вязаться второй ряд будет вязаться все изделие поэтому провязываем наш рисунок резинкой 2 на 2 и далее я вам покажу как будет вязаться все полотно провязала последнюю изнаночную здесь у меня 2 лицевых как далее по кругу будут вязаться лицевые петли я продеваю сюда не сюда а вот сюда захватываю ниточку и провязываю лицевые петли будут провязываться вот так далее изнаночная петелька смотрите я продеваю вот сюда спицу захватываю ниточку и провязываю опять изнаночную продеваю вот сюда спицу захватываю и провязываю лицо идет у меня с этой стороны спицу захватываю ниточку и провязываю изнанка снизу него так как мы до этого делали а снизу я беру вот здесь смотрите вот сюда продеваю спицу захватываю и провязываю опять вот здесь захватываю и провязываю далее уже лицо изнанка я вот так захватываю и провязываю захватываю и провязываю опять лицевая петелька смотрите с какой стороны захватываю это все происходит потому что мы вяжем изделие по кругу мы не будем ничего потом сшивать далее опять смотрите вот изнаночная петелька захватила провязала захватила провязала лицевая петелька изнаночная все теперь будет вязаться так изделие все по кругу далее я вам покажу как я буду соединять ниточку как я буду делать убавки на этой шапке поэтому провязываю так теперь все время первый ряд у нас связался же по-другому изнаночные лицевые сейчас вяжем только так изнаночные и лицевые потому что шапочка идет по кругу когда надо будет добавить моточек я обязательно покажу как это соединяется чтобы не было узелков и все было красиво пришло время соединять ниточку посмотрите какой получается рисунок все у вас также должно получаться вот у меня ниточки и вот я взяла новый клубочек уже кстати тот один клубок который у меня вот остался я взяла с сердцевинки ниточку и снаружи 1 и одновременно будет ниточка идти смотрите вот где у меня первая ниточка я буду соединять я делю ее на две равные части ниточку оставляю один кончик здесь и беру другую ниточку также делю на две равные части и смотрите вот разделила захватываю еще вот эту рабочую нить вторую я ее тоже буду менять ну вот так вот захватила получается и начинаю провязывать пару столбиков так как ниточки у меня там немного все провязала конечно можно и запутаться вот этот который кончик у меня оставался я его убираю сюда во внутрь шапочки буду потом прятать и смотрите что у меня остается вот это тоже я прячу вот так вот все это подтягиваю и далее провязываю петельки здесь меня опять необходимо ниточку добавить вот этот кончик у меня остался здесь уже как видим полноценная рабочая ниточка у меня здесь нет никаких узелков а просто остались ниточек которые я просто спрячу аккуратно опять смотрите еще раз показываю вот у меня кончик я его делю на две части разделила беру начало другой ниточки разделяют также на две равные части вот так присоединяю к одной части ниточку и вот эту которая осталась вторая часть от рабочие уже будут ниточки убираю чуть-чуть в сторону вот и провязываю пару петелек раз два три четыре провязала 4 петельки смотрю дальше вот мой кончик который бы я его убираю сюда вовнутрь вот этот начало новой ниточки я возвращаю обратно все аккуратненько подтягиваю вот так и дальше начинаю провязывать потом не останется все ниточки красиво спрятать я также покажу как я это делаю если захотите я могу отдельное видео прям показать на разных цветах как это происходит потому что может быть когда один тон не видно и непонятно но мне нравится нет никаких узелков все далее продолжаю вязать уже вернусь когда будут убавки и так провязала 72 рядом сейчас будут делать убавки где именно изнаночные петельки для этого мне необходимо вот такие короткие спицы но так как у меня 1 не хватает 1 будет рабочая а шапка будет на 3 спицах убавлять буду изнаночные петли смотрите я снимаю одну петельку и вторую петельку и обратно возвращаю на спицу теперь беру рабочую ниточку она сверху меня и провязываю 2 изнаночные петли далее делаю 2 лицевые провязываю опять изнаночные петельки я снимаю одну петельку из-под петельку опять 2 лицевые петельки изнаночные петельки снимаю возвращаю обратно сверху у меня ниточка и провязываю 2 изнаночные петельки и так делаю убавки только на изнаночных петельках почему я перекидываю петельки я их просто разворачиваю чтоб удобнее было закрывать я буду закрывать вот так провязывать 2 во первых это неудобно и не так будет красиво семьдесят третьем ряду убавляю петельки приблизительно смотрю что могу брать уже другую спицу самое главное сильно не растягивайте а сразу же подтяните чтобы все было аккуратненько и дальше начинаю провязывать на другую спицу это делается для удобства все то же самое делается просто изделие будет на нескольких спицах это спица мне уже не нужно семьдесят четвертый ряд провязывается без каких-либо изменений и изнаночная петелька провязывается также из-под низу и 2 лицевые изнаночная 2 лицевые изнаночная 2 лицевые и так я провяжу несколько рядов все будет зависеть от того насколько мне хватает пряжи закончились петельки на спицы я ее снимаю она уже будет моей рабочей спицы так сказать на нее уже будут переноситься петельки и далее продолжаю вязать 4 провязала еще рядом когда убавка была мне в изнаночных петельках провязала 4 ряда и сейчас делаю еще убавки но убавки буду делать уже только в лицевых петельках провязываю изнаночную петлю далее у меня 2 лицевые петельки переношу петельки и провязываю лицевую петельку опять изнаночная петелька просто провязывается лицевые петельки перекидываю на спицу возвращаю обратно и и провязываю 2 петельки в одну смотрите убавки я сделала провязываю 2 ряда резинкой 1 на 1 потому что у меня же остались 1 изнаночная петелька и 1 лицевой петелькой смотрите сейчас буду просто закрывать петельки но так как первая петелька у меня изнаночная я ее просто провяжу смотрите потом я буду делать убавление петель я лицевую петельку переворачиваю и провязываю вместе с изнаночной лицевая петелька я ее переворачиваю и провязываю вместе с изнаночной переворачиваю лицевую и провязываю вместе с изнаночной и так делаю убавки и смотрите в первую я же петельку просто провязала убавку не делала и сейчас я только сделаю убавку все убавки у меня сделано провязываю один ряд без каких-либо изменений провязываю все лицевыми петлями и так как у меня очень много петелек все равно остается еще я еще раз делаю убавки то есть соединить еще раз по 2 петельки так наверное никто не убавляет как-то может но мне так проще знаете я смотрю по самому изделию вот и теперь вот меточка у меня здесь стоит и сейчас я просто делаю убавки также перекидываю петельки чтобы они не были перекручены и провязываю в последнем ряду по 2 петельки обязательно перекидывая их как мы делали это и раньше и так до конца ряда делаю убавки последний ряд провязала мне как рассмотрите сколько осталось ниточки всего лишь я беру крючок и начинаю соединять спицу убираю и начинаю можно это делать иголкой но я ее не нашла поэтому делать буду все крючком и начинаю продевать через все петельки которые на спице свою ниточку и все это затягиваю потуже выворачиваю делаю узелок прячу все ниточки я сейчас кстати покажу как прятать правильные ниточки у меня конечно здесь на изнанке получилось чуть чуть больше потому что у меня запуталась пряжа но сейчас я вам покажу вот с изнаночной стороны в итоге что получается давайте-ка я вот здесь все это затягиваю где где а узелочек здесь так сказать необходим конце отрежу сразу ненужное как я здесь убираю ниточки вот смотрю все естественно я подтягиваю смотрю вот здесь у меня лицевая петелька идет вот здесь я продеваю через эту петельку охватываю вот так вот ниточку и протягиваю и так буду прятать все ниточки которые у меня есть внутри моей шапочки и прям знаете всегда я так делаю по длине и чтобы она проходила никаких узелков я не делаю а вот таким вот образом прячу ниточки все мне необходимо будет спрятать ниточки сделать в то обработку изделия тирать я буду руками в тепленькой воде и сушить на плоской поверхности на полотенце она получилась очень длинная я ее когда буду сушить я хочу ее вот здесь чуть-чуть растяну спасибо за просмотр всего хорошего пока пока вяжите с удовольствием